здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим с вами разговор о пробиотических продуктах которые так полезны для нашего здоровья я обещал что научу делать вас хороший правильный и очень полезный йогурт и вот один из рецептов но не единственный одной из очень важных пробиотических бактерий является lactobacillus acidophilus или ацидофильная палочка советское время широко распространен был такой кисломолочный продукт как ацидофилин именно ацидофилин содержал в своем составе ацидофильную палочку к сожалению этот молочнокислый продукт сейчас можно не всегда найти на полках наших магазинов однако же его очень легко приготовить в домашних условиях особенно если у вас есть мультиварка или йогуртница но даже и в обыкновенной бутылке от молока вот с обыкновенным молоком приготовить его не составляет никакого труда где нам взять источник мало этой этой молочной кислой бактерии lactobacillus acidophilus на сегодняшний день в аптеках можно найти множество препаратов содержащих чистую культуру lactobacillus acidophilus одним из таких препаратов является диалакт но есть и множество других очень важно чтобы вот здесь на упаковке или где-то в другом месте было написано lactobacillus acidophilus или ацидофильная палочка ацидофильная палочка является очень необычной молочнокислой бактерии дело в том что просто из воздуха как обыкновенную болгарскую палочку или молочнокислый стриптококк ее в молоко не подцепишь она туда не попадет дело в том что ацидофильная палочка является нормальным обитателем слизистой кишечника и человека и например таких животных как корова бычки вот у молочных бычков или телят которые все еще питаются молоком у них слизистой кишечника вот это молочнокислая бактерия ацидофильная палочка содержится в очень большом количестве молочнокислая бактерия вот это может колонизировать кишечник человека с момента окончания ее приема в качестве источника питания примерно в течение двух-трех недель это молочнокислая бактерия образует рацемат д и л молочных кислот в этой связи на весь период приема ацидофилина вот этого йогурта следует ограничивать потребление очень сладких продуктов конфет молочного шоколада сладкого чая тортов других кондитерских изделий варенья и к сожалению меда тоже потому что как мы говорили в одном из наших выпусков избытках избыток такой плохой молочной кислоты которая может образовываться в результате жизнедеятельности этих молочнокислых бактерий может некоторой степени нарушать даже работу мозга однако же это ни в коей мере не является причиной для отказа от принятия этого ценного пробиотического продукта дело в том что ацидофильная палочка колонизируя кишечник способствует изгнанию оттуда вредных дрожжей она способную поспособствует изгнанию оттуда вредной микрофлоры она специфическим образом действует на слизистую кишечника а также на иммунные образования которые имеются в кишечнике на первые бляшки они стимулируют иммунитет повышают иммунитет во всем организме благодаря чему способствует борьбе с опасными такими заболеваниями как различные вирусные заболевания бактериальные и прочее другие без приема антибиотиков а напротив просто мобилизуя свои собственные внутренние силы организма кроме того у этой палочки имеется одно интересное свойство которое отличает ее от большинства других молочнокислых бактерий с которыми можно столкнуться при потреблении молочнокислых продуктов при входе своей жизнедеятельности она образует слизь слизистые вещества и вот эти слизистые вещества образуются также и в нашем кишечнике в процессе ее там жизнедеятельности в этой связи она способствует прекращению запоров способствует такому мягкому смазыванию внутренней поверхности кишечника слизистая кишечника способствует прохождению вот этих масс пищевых это и это что уже находится ниже по нашему кишечнику благодаря чему в целом оздоравливает организм ведь нездоровье кишечника к сожалению сказывается на том что весь организм становится нездоровым мы чувствуем вялость мы чувствуем усталость мы чувствуем боли мы чувствуем вздутие мы чувствуем какие-то рези бывают запоры бывают наоборот послабление стула масса всевозможных неприятных ощущений которые в целом сказываются на всем организме как же приготовить очень 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 полезный продукт из вот такого аптечного препарата это очень просто как правило такой аптечный препарат содержит вот такой вот пенициллиновый флакон в котором имеется сухая культура вот этой палочки нужно аккуратно вскрыть этот флакон добавить не до конца долить сюда прохладной обязательно кипяченой воды я для приготовления закваски использую ультра пастеризованное или стерилизованное молоко к счастью белорусское молоко отличается очень высоким качеством я беру молоко пониженной жирности полутора процентная а вы можете взять такое какое вам нравится после того как я разбавил вот эту вот культуру здесь до полного растворения ее развел я вскрываю бутылку и заливаю сюда эту закваску тщательно встряхиваю бутылку и что очень важно помещаю эту бутылку при температуре примерно от 38 до 42 градусов вот эта температура температура кишечника человека или животных млекопитающих является оптимальной температурой для роста этой бактерии как же обеспечить дома не имея йогуртницы или не имея мультиварки такую более-менее постоянную температуру я поступаю очень просто я кипячу небольшое количество воды в кастрюле накрываю ее значит подушкой или одеялом и подсовываю туда рядышком бутылку молоко еще прохладно его можно подогреть путем помещения в горячую воду а находясь возле горячей кастрюли она в течение ночи поддерживает здесь достаточно оптимальную температуру бактерии нарастают очень хорошо первоначальная вот эта закваска полученная из одного флакона культуры может нарастать сутки даже и двое в этой связи придется немножко повозиться надо будет менять эту горячую воду в кастрюле ну подогревать ее периодически для того чтобы температуру поддерживать на оптимальном уровне впоследствии когда вы будете использовать вот этот вот уже кисломолочный продукт в качестве закваски вы будете просто добавлять к литру молока одну столовую ложечку вот этого получившегося продукта и у вас в течение даже 3-4 часов может уже получиться нормальный хороший ацидофилин такое ацидофильное молоко по готовность этого продукта легко определить по образованию такой густой слизистой консистенции внутри бутылки когда вы будете наливать его в чашку вы увидите что она вот так вот немножечко тянется как киселек это так и должно быть это очень хорошо рекомендация не задерживать слишком надолго скисание этого продукта ацидофильная палочка среди многих молочнокислых бактерий используемых для приготовления молочнокислых продуктов характеризуется самой сильной кислотностью продукта и для тех кто не очень любит слишком кислое а я уже говорил что смешивать со сладкими продуктами этот ацидофильное это молоко нежелательно то лучше всего дождаться начала образования сгустка тогда когда кислотность его еще не очень высокая принимать его можно по полстакана по стакану в день по два стакана столько сколько вам хочется сколько вам нравится он отличается по вкусу от простокваши и других кисломолочных продуктов как мне кажется в лучшую сторону особенно если не доводить его до очень высокой кислотности ну если вдруг этот продукт немножко перестоял там не успели вы его вовремя в холодильник поставить прекратить это скисание молока в этом случае на нем получаются превосходные блины и оладьи именно потому что высокое содержание молочной кислоты при последующем смешении с содой дают хорошую такую превосходную пышность этим кулинарным изделиям поэтому этот продукт в любом случае на вашей кухне не пропадет я желаю вам здоровья будьте здоровы живите здорово живите разумно всего хорошего до новой встречи